Дело труба. Дом на канализационных стоках. В редакцию первого городского обратились жильцы дома номер 67 дробь 1 на улице Чапаева с жалобой на затопление нечистотами. В доме три подъезда и во всех стоит невыносимый запах. Некоторые жильцы специально уезжают на дачу, чтобы хоть где-то подышать свежим и чистым воздухом. Проблемы существуют еще с зимы, но никакие действия не предпринимаются. Дом обслуживает управляющая компания Ленинского района. Как жильцы справляются со зловонием, расскажет Ксения Веснина в рубрике «Наболела». Это все вот идет под квартирой. Подождите, у вас же в квартире черные не появились? Ну пока нет, но у меня как бы стены уже начинают, плесень уже такая черная начинает уже. Мне кажется, тревогу надо бить. Так мы вот и бьем тревогу. Точки на стене этого подвала не декор, а настоящие мухи. Однако это не единственная живность здесь. Если посмотреть в сам фекальный очаг, то он просто кишит червями. Мухи заполнили не только подвал, но и подъезды, и квартиры. Сейчас жильцы закрывают подвальное помещение, чтобы хоть немного защититься от запаха и от полчищ насекомых. Если проветрить, то все задохнутся здесь. Вообще все задохнутся. У меня там закрыто, конечно, чтобы… А вот специалисты закрывают? Конечно, да, да. Зимой-то ведь вода еще не уходила. Она вообще полностью… Это сейчас, ладно, летом, то, что она просачивается в землю, она как бы уходит. Но вот это дерьмо-то, оно, короче, все остается. Вот тут прямо остается. Даже маска не защищает от запаха смрада. Золовонный запах доходит до пятого этажа. Страшно представить, какой аромат царит в квартирах на первых этажах. Светлана Качу живет на первом этаже и летом специально уезжает на дачу. Однако не у всех есть такая возможность. В ее квартире живет мама, которая не может передвигаться. У меня там бабушка парализованная лежит. Вот весь день она у меня лежит. И она это все? Да, да. А как не чувствует? Вот она весь день лежит у меня. Внука привезти не могу сюда, потому что вообще он заходит сюда. Говорит, ой, бабушка, все, пошли отсюда. Он не может, потому что даже дышать. Причины бесконечного смрада, как считают жильцы, в прогнившей канализационной трубе. Еще весной жильцы обращались в управляющую ленинскую компанию. Но, как известно из других подвальных историй, пачкать руки она не захотела. Жильцы пытались достучаться до жилищной инспекции и до Роспотребнадзора. Попытки вернуться к свежей жизни не дали результата. Мы попробовали дозвониться до управляющей компании ленинского района и призвать к ответу. Однако поговорить с сотрудниками не удалось. Звонок был переадресован в другую организацию. Через пару дней подвал вновь заполнился нечистотами и никаких признаков, что подвал очищали, нет. Здесь уже нужно заниматься причиной появления стоков, а именно канализационной трубой, а не ее последствиями. Мы также направим запросы в жилищную инспекцию и в прокуратуру с просьбой обязать управляющую компанию выполнять свои прямые обязанности. Женалисты помогут разобраться и навести порядок.